Помогать людям их работа, свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники социальной сферы. В Ненецком округе их больше 80, и многие признаются, для них это не просто занятость и возможность заработать деньги, скорее больше смысл жизни и зов сердца. Ольга Столярчук, дежурная медсестра Пустозерского дома-интерната. Пациенты у нее особенные, большинство из них неходячие, есть слепые, но самая большая их рана душевная. Отказ родственников – это самый страшный диагноз, и это как раз тот случай, когда близкими становятся чужие. На вопрос, стал ли Пустозерский интернат родным домом, Ольга Столярчук, не раздумывая, говорит. Конечно, конечно. Вы знаете, сколько много здесь людей прожило, и вы знаете, как-то душой втягивайся к ним. Старики, они бывают одинокие, некоторые семейные, но и дети их навещают. Но все равно с ними, когда пообщаешься, поговоришь, им легче становится. Так что вам теплоту своей души немножечко даем. Так теплоту своей души Ольга Андреевна дарит на протяжении 26 лет. Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал островом надежды и надежным пристанищем. Здесь тепло и уютно. И для тех, кто создал этот уют, сегодня прозвучали поздравления и теплые слова. С наступившим праздником! Пожелать вам всем здоровья, потому что труд у вас нелегкий, семейного благополучия, потому что вы очень выкладываетесь на работе, и сил уже не остается для близких. Ну и, конечно, всегда оставаться жизнерадостным, потому что ваша работа с этим сопряжена. Вы дарите добро тем людям, за которыми ухаживаете. Дарят добро в Пустозерском доме 76 человек. Сотрудники признаются, что назвать клиентами своих подопечных язык не поворачивается. 88 проживающих стали для работников дома-интерната родными. И вот в чем загадка. Люди, работающие здесь, и не думают о другой профессии. Говорят, для них сменить профессию – это значит предать близких людей.